Добрый вечер. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня прошу прощения в пути, поэтому из машины буду с вами общаться. Добрый вечер. Как нас слышно? Добрый вечер. Слышно прекрасно. Все. Отлично. Приятно познакомиться. Представлюсь. Меня зовут Елена Критцинская. Я отвечаю за коммуникации в благотворительном фонде «Правмир». И, собственно, сегодня мы напросились к вам в прямой эфир. Вот по какой причине. Потому что, насколько мы знаем, перед проведением операций, в том числе, рекомендуется деткам и взрослым людям пролечивать зубы. Потому что это может быть дополнительным источником инфекции. И вот, собственно, мы хотели бы с вами поговорить по поводу того, как… Ну, тут есть два блока, да. Первый блок связан с предупреждением возникновения кариеса. И второй, соответственно, что делать для того, чтобы его вылечить и вылечить максимально эффективно. И с точки зрения физиологии, и с точки зрения, скажем так, психологической. Да, потому что это такой важный аспект. И, собственно, вот, Екатерина, я хотела бы уточнить. Первый вопрос, он связан с тем, как предотвратить возникновение кариеса. Потому что очень много разной информации. Я, как мама, прекрасно знаю, что очень много пишут о том, как правильно чистить зубы деткам. Кто-то говорит слева направо, кто-то там сверху вниз. Вот, собственно, первый вопрос связан с тем, как правильно ухаживать за детскими зубками, чтобы кариес не появлялся. Меня зовут Екатерина Михалькова. Я детский стоматолог. Довольно давно уже работаю в детской стоматологии. И профилактика – это моя самая любимая тема. Потому что только благодаря ей мы можем обеспечить детям здоровые зубы. Ну и взрослым, собственно, тоже. Поэтому эту тему я очень люблю. Стараюсь узнавать всё, что есть новое в ней. Но на самом деле вариантов с тем, как сохранить зубы здоровыми, их не очень много. Главное – это уход за зубами, естественно. Второе – это питание. То, что мы едим, как мы едим и как мы ухаживаем за зубами после приёма пищи. Третье – это регулярное посещение стоматолога. Потому что стоматолог может заметить на ранней стадии какие-то изменения, которые ещё не привели к серьёзным проблемам. Но которые могут быть сигналами к тому, что надо что-то менять в образе жизни, опять же в питании, в уходе. И стоматолог, когда это замечает, может дать рекомендации, что конкретно этому человеку надо сделать, исходя из его ситуации, чтобы состояние зубов было в порядке. И четвёртый пункт, который касается не абсолютно всех регионов, но, например, Москвы. И большинство регионов относятся к этому пункту. Это использование фторидов регулярное в виде пасты или в виде ополаскивателя, потому что основная часть населения России испытывает дефицит фтора в ежедневном поступлении. И фторид является серьёзным противокориозным фактором, который в профилактике играет очень большую роль. И он способен снижать кариес на 50-70% по данным Всемирной организации здравоохранения. Если мы говорим про уход за зубами, то основное правило – это чистить минимум два раза в день, утром и вечером. И если мы говорим о людях, о детях или взрослых, у которых есть высокий риск кариеса, то желательно ещё чистить после каждого приёма сладких продуктов, потому что сахар, простые сахара, они являются питательной средой для микробов, которые этот кариес вызывают. Поэтому нам нужно после приёма сладких продуктов удалить пищу из полости рта, чтобы она не создавала микробовым благоприятным условиям. К этому ещё желательно добавлять пасту, которая содержит фторид, если человек, который чистит, не находится в зоне с избыточным содержанием фтора в воде. Но очень часто бывает, что если люди даже живут в таком месте, они, как правило, используют привозную воду, не содержащую фтор. Это тоже нужно учитывать. По поводу техники чистки, поскольку чистка зубов – это ежедневная рутина, которая не очень интересна и привлекательна. Если мы говорим про детей, то нам важно сделать этот процесс максимально приятным. Чем приятнее ребёнку будет этот процесс, тем больше вероятность, что он будет придерживаться правилам. Поэтому кроме идеальной техники надо учитывать, что конкретно к конкретному ребёнку подходит. Например, есть дети, которые электрических щёток боятся, и они не позволят чистить электрическими щётками. Если мы от всего отстранимся и будем говорить, чем чистить наиболее эффективно, то это электрическая щётка. Но если ребёнок её боится и не позволяет помещать её в рот, тогда мы ничего не сможем сделать. Мы будем вызывать у ребёнка страх, будем раздражать его, напрягать. Ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому я в двух словах покажу, как можно разными вариантами щёток ухаживать за зубами, чтобы родители или люди, кто хочет привести эту привычку к наиболее эффективному варианту, попробовали всё, что есть, и выбрали то, что подходит конкретно ли. Потом маленькие дети. Вы знаете, на самом деле так интересно, потому что мне казалось, и я сталкивалась часто, что детям, наоборот, очень нравится чистить электрическими щётками. И для меня это прям новая информация. Интересно, что некоторые боятся. Это зависит от возраста и зависит от опыта ребёнка. Например, конкретный какой-то один ребёнок мог иметь уже опыт лечения у стоматолога, и стоматолог мог не очень бережно относиться к ребёнку и напугать его щётками или вообще какими-то ощущениями вибраций во рту. Тогда он будет этого избегать. Есть дети, в принципе, очень храбрые, они ничего не боятся. Если мы говорим про малышей, там полтора-два года, например, то для этих маленьких детей электрическая щётка может быть проблемой. Они могут не согласны. Но с электрическими щётками есть тоже вариант. Есть вариант вращающийся. Самая простая – это Oral-B. Она достаточно дешёвая, и она очень эффективная. Есть вариант со звуковыми щётками для очень маленьких детей. Если мы говорим, опять же, о возрасте полтора-два года. Есть звуковые щётки типа Brush Baby. И есть щётки для детей постарше, с трёх лет у Philips. Достаточно эффективная щётка. Но там есть сложность в технике чистки. И, на мой взгляд, электрической вот такой вращающейся, если ребёнок позволяет, чистить наиболее эффективно. Потому что ей нужно просто переставлять по каждому зубу, задерживаясь на каждом зубе. Она будет очищать. Звуковой щёткой нужно всё-таки совершать немного выметающие движения, чтобы чистка была эффективная. Если посмотреть инструкцию к звуковым щёткам, например, те же Philips, они говорят о том, что её можно просто прислонить к поверхности зуба. Я вот тут приготовила специальную модель. Ой, как здорово! И они говорят о том, что можно просто ставить щётку к зубам, и она будет очищать очень хорошо. Но у меня есть такая теория, что эта методика работает у детей, которые едят только брокколи, не едят сладкое, конфеты и печенье. Таких не бывает! Таких не бывает! В скандинавских странах, там, где победили кариес, возможно, это как-то работает. У них допустимо конфеты один раз в неделю в выходной, такое есть правило. Есть страны, где с кариесом справились, и у них у детей практически нет поражённых зубов. Это обычно очень массивные программы профилактики, многолетние, даже десятилетние, которые на уровне всего государства работают. Но это маленькие государства, Россия не относится к их числу. И мы смотрим на их опыт, чтобы перенимать и брать что-то полезное. Так вот, если мы смотрим на российских детей, на основную массу, то техника чистки звуковой щёткой, когда мы просто прислоняем, она не очень эффективна. Если вы вот так посмотрите, при чистке, например, вперёд-назад, даже если надавливать на щётку, она только по выпуклой части зуба двигается. А если её поставить под углом и начать подметать, то видно, что щетинки начинают более эффективно обнимать зуб, проникая во все выступы и углубления. Это если мы говорим про мануальную, про звуковую щётку. Мы чистим пометающими движениями от десны к зубу. Для щётки мануальной количество движений должно быть минимум 10-12, для звуковой щётки 6-7 движений, чтобы налёт был эффективно вычищен. Если мы говорим про электрическую щётку, то её нужно поставить на поверхность зуба и задержаться на 2-3 секунды. Но это такие средние показатели, для того, чтобы мы точно определили, для конкретного ребёнка используются индикаторы налёта. Ребёнок очищает зубы, родители окрашивают ему налёт и смотрят, есть ли участки, которые остались незадействованы в процессе чистки. Но это какой-то специальный препарат, который окрашивает налёт? То есть он доступен? Он доступен обычным людям? Да, в интернет-магазинах, которые продают для ухода за полостью рта препараты, я не буду называть конкретный магазин, но вы легко можете просто... Не-не-не, не надо. ...краситель для налёта. Он есть в варианте таблеток, есть ополаскиватель. Ополаскиватель нужно где-то минуту подержать во рту, и с малышами это может быть не очень эффективно. А есть очень концентрированные препараты. Две фирмы, которые в России представлены, это Миродент и Курапрокс. Можно этот краситель капать в какую-то ёмкость, брать пинцетом маленький кусочек поролона и промакивать по поверхности зубов. Или можно просто брать обычную кисточку, которую дети рисуют, и также наносить на зубы. Она окрашивает очень красивым цветом. Надо быть готовым к тому, что может быть испачкана раковина, но это такой побочный эффект, который можно легко решить, и я думаю, что с этим можно справиться. Конечно. В пользу здоровья зубов. Детям очень важно видеть, видеть конкретно, что надо делать по-другому. То есть когда мы ребёнку говорим, ты плохо чистишь зубы, надо это делать лучше. Или мы часто слышим, когда приходят родители с ребёнком, и мама говорит, вот я же тебе сказала, что ты делаешь неправильно, неправильно чистишь зубы, ты слишком быстро это делаешь. Для ребёнка это очень непонятная информация. Ему нужно конкретно увидеть, что не так. Когда мы красим на лёд, и видим участки ярко-розового или голубого цвета, то понятно ребёнку, что это места, где остались микробы, которых надо счистить с поверхности зуба. И такой способ, он очень измеримый. Мы рекомендуем на период обучения правильной техники чистки через день проверять, насколько хорошо получается. Причём мы сначала чистим зубы, потом красим и чистим повторно, чтобы было видно, где мы не дочистили в первый раз, и чтобы в следующий раз в этих участках чистить более тщательно, понимая, что вот здесь, в прошлый раз, мы оставили, значит, надо задержаться на этих участках подольше. А когда ребёнок уже научился чистить, то есть он почистил, покрасил, и ничего не окрашивается, тогда можно оставить раз в неделю такую проверку, чтобы поддерживать всё время уровень хорошей гигиены. Потому что дети растут, меняется, у них меняется мотивация, меняются желания, потребности, и мне кажется, что каждые полгода мы получаем нового ребёнка. Он как-то обнуляется, ему заново нужно давать новую мотивацию, новую информацию. Если регулярно ребёнок проверяет сам или с помощью родителей, насколько хорошо он справляется с гигиеной, то вероятность, что он это будет делать, будет выше. Если это ещё стоматолог дополнительно контролирует и общается с ребёнком, его настраивает, то это будет ещё эффективнее. Поэтому важно, чтобы стоматолог был в этот процесс вовлечён и был заинтересован в хорошем уходе за зубами. Здорово. Екатерина, скажите, пожалуйста, а вот у каждой зубной пасты есть возрастные ограничения, вернее, рекомендации, наверное, даже правильнее сказать. Насколько важно их соблюдать или можно ребёнку в 7 лет дать взрослую зубную пасту искать на честь? Ребёнку 7 лет взрослую можно дать, если там достаточное количество фторида, и она не отбеливающая, то есть она не будет абразивной. Потому что у 7-летнего ребёнка уже начинают прорезываться постоянные зубы, но они пока незрелые, и они к механической нагрузке могут быть очень чувствительны. Поэтому, если мы говорим конкретно про этот возраст, то я бы предпочла всё-таки их возрастной период. Если мы говорим про малышей, то зубные пасты для детей до 3 лет обязательно регистрируются как пищевой продукт, потому что ребёнок эту пасту съедает полностью. Они их едят, да, да, да. И поскольку она должна быть вкусной, приятной, и ребёнок маленький, ему доза нужна маленькая, чтобы получить, например, какое-то отравление, то маленькому ребёнку мы точно не можем никогда взрослую пасту, потому что состав для маленького ребёнка может быть небезопасный при проглатывании. Поэтому для малышей до 3 лет мы обязательно выбираем пасты, которые соответствуют их возрасту. Более старшим детям тоже желательно соответствовать возрасту, потому что у неё будет мягкий абразив, она будет безопасная, она будет содержать безопасное количество авторида, которое при проглатывании не будет негативно влиять на постоянные зубы. То есть нам авторит нужен, но не нужна его передозировка. Если мы используем согласно возрасту, то и согласно дозе, это размер с гороши, например, то никакой передозировки не будет. Единственное, оговорюсь ещё, что по российским законам, к сожалению, для детей до 6 лет паста не может быть с высоким содержанием авторида, это 500 ппм максимум. Но если мы смотрим международные рекомендации данной исследований по профилактике кариеса, то в этих исследованиях говорится, что минимальная, достаточно эффективная доза авторида это 1000 ппм. Если у ребёнка есть кариес, это важно очень. То есть если у ребёнка кариеса нет, у него здоровые зубы, то он может использовать пасту либо без авторида, либо с минимальным количеством авторида для профилактики. А если у ребёнка есть кариес, паста нацелена на то, чтобы снизить активность кариеса, то количество авторида должно быть больше. Это будут европейские или американские пасты, в которых допустимо большее содержание авторида. И ещё важный очень момент, после мы используем количество у маленьких детей, у очень маленьких, до года, двух лет, мы используем размером с рисовое зёрнышко пасты, количество пасты. У детей старше двух лет мы можем полгорошинки или горошину. Это количество, которое безопасно при прогладывании. И после чистки зубов не рекомендуется споласкивать рот водой. Мы рекомендуем выплёвывать пасту и оставлять её на зубах, чтобы она ещё поработала какое-то время. Потому что если мы полторы-две минуты чистим зубы, даже три, этого времени мало, чтобы она всю свою активность проявила в отношении состояния зубов и микромов. Поэтому рекомендуется не смывать пасту водой. Если мы говорим про взрослые пасты, которые могут быть с очень выраженным мятным эффектом и рекомендуем детям не смывать, то им может быть очень неприятно. Поэтому опять же, если мы возвращаемся к вопросу возраста, то лучше придерживаться. При этом бывают взрослые пасты, которые имеют достаточно мягкий состав, не очень выраженный мятный вкус, достаточное количество фторита и не абразивные. Тогда детям можно эту пасту подростков использовать смело, не опасаясь, что будет какой-то вред. Спасибо, понятно. Понятно, что мы проговорили в первой части про то, что как предупредить, то есть это профилактика, это правильная чистка зубов, но все-таки если наступил случай, что появился кариес, неважно по какой причине, либо мы плохо почистили зубы, либо может быть какие-то наследственные, экологические проблемы, мы говорим, что даже сейчас это влияет, наступил, то есть есть кариес у ребенка и предположим, для ребенка это первый опыт общения такого плотного со стоматологом, когда нужно что-то лечить. Понятно, что это стресс и мы в фонде знаем, что в вашей клинике огромное внимание уделяется вопросам именно психологического комфорта детей. Вот расскажите, пожалуйста, подробно, как может быть в трех шагах подготовить ребенка перед процедурой, чтобы у него не было стресса и не было так, что пойдем, там тетя сейчас тебе конфетку даст, а на самом деле конфетку она не даст, может быть даст, но только после того, как пролечит зуб. Вот как подготовить и какие сейчас есть возможности, чтобы минимизировать стресс ребенка и минимизировать вот этот дискомфорт? Это очень обширный вопрос и я постараюсь его максимально... Да, кратко буквально. Тут очень сильно зависит от того, какой возраст у ребенка и какое состояние зубов. То есть одна история, когда ребенок приходит, например, там 7 лет и у него маленькие кариесы, которые в принципе в этом возрасте ребенок уже готов полечить. И другая история, когда ребенку 3 года у него из 20 зубов все 20 поражены и он первый раз пришел к стоматологу. И у них будут абсолютно разные подходы. И в 3 года 20 зубов скорее всего это будет наркоз. И речи о том, чтобы лечить это в сознании скорее всего не будет, потому что это очень большой объем для очень маленького ребенка. Если в двух словах, то опять же очень важно, чтобы была профилактика, потому что чем раньше стоматолог увидит какие-то изменения, тем быстрее он сможет повлиять на течение процесса. Это первое. Второе, когда ребенка с маленького возраста регулярно приводит к стоматологу, он привыкает к этой обстановке. Он знакомится с креслом, знакомится с кабинетом, знакомится с какими-то жужжащими, шумящими приборами, когда ему еще ничего не нужно лечить. У него нет опыта, и он без необходимости травматичных вмешательств знакомится с обстановкой, которая здесь есть. Если мы говорим про родителей, то родителям не нужно угрожать стоматологам, говорить, что если ты что-то будешь делать не так, то мы поведем тебя к врачу. Родителям не нужно называть какими-то... Они вроде бы заправдуют и говорят там укол, мы сделаем, нужно будет потерпеть. Надо понимать, что маленькие дети не способны это переваривать, укол. И с одной стороны, да, я понимаю желание родителей быть честным, с другой стороны, обычно такая честность заканчивается походом в наркоз. Если есть желание постепенно ребенку приучить и полечить его в сознании, то надо найти доктора, на которого можно будет положиться, который подскажет, как конкретно с этим ребенком подбирать правильно слова, выражения и постепенно его адаптировать. Сначала начать с гигиены, потом полечить что-то небольшое, потом полечить что-то с анестезией, потом полечить что-то более сложное. И никогда не начинать первый визит с какой-то очень сложной процедурой. Если ребенок ни разу не был стоматолога, и родители приходят, говорят, мы сегодня хотим удалять, а ребенку 4 года, скорее всего, это удаление не закончится позитивно, и ребенок, скорее всего, больше лечиться не захочет. То есть не надо ожидать от стоматологов какого-то прям совсем волшебства. Стоматология – это все-таки достаточно агрессивное вмешательство, жесткими инструментами, это больно, неприятно. Даже если мы очень стараемся все сделать максимально аккуратно, это все равно неприятные железные инструменты. И родителям надо, понимая это, дать возможность стоматологу объяснить ребенку с понятными ему словами и вести его постепенно, не начинать сразу с чего-то очень сложного. Понятно. Хорошо. На самом деле, да, я знаю, что очень многие запугивают, и эти визиты, они превращаются просто в сущий кошмар, когда бедного ребенка за руку тащат к врачу, и в итоге ничем хорошим на самом деле это не заканчивается. А что касается условий именно в кабинете стоматолога, да, вот в процессе лечения, понятно, что объяснили, но есть ли какие-то методики, которые позволяют именно в процессе снять вот этот, скажем так, зажим у ребенка и снять неприятные ощущения? Для этого глобально есть закись, закись азотно-кислородной седации, которая используется у детей, простыми словами, это веселящий газ, который обладает эффектом расслабления и дает ребенку чувство эйфории. Но его можно использовать, когда ребенок согласен на лечение, он готов, но у нас будет что-то сложное и длительное. То есть если ребенка заводят в кабинет насильно, и он не хочет ничего делать, веселяющий газ нам не поможет, тогда будет речь только о наркозе. В процессе лечения доктор может отвлекать, если он владеет методиками, когда он отвлекает ребенка, переключает его внимание, включает ему мультик, рассказывает какую-то историю в процессе лечения, то это ребенку очень помогает, конечно. Использование местной анестезии делает процесс безболезненным, но сама процедура обезболивания, она связана тоже с не очень приятными ощущениями. Даже если доктор сам укол сделал аккуратно, почти без ощущений, ощущение анимения у некоторых маленьких детей может вызывать очень сильный испуг. И опять же, сальпись в этом может помочь, она может его переключить, и если доктор заранее рассказывает об ощущениях, которые будут у ребенка, что у тебя заснет губа, или у тебя заснет щечка, какое-то время они будут спать, потом проснуться, это может помочь ребенку эту процедуру перенести более комфортно. Но бывают случаи, когда мы все рассказываем, все учитываем, ребенку с его возрастом, с его возрастом, с его храбростью, смелостью невозможно выдержать лечение. Сейчас еще раз покажем, например, на всякий. Мы можем пока ответить на вопрос, пока ждем подключения. У ребенка кариес 3,5 года, в поликлинике сказали, что не справиться с лечением, нужно везти в Морозовскую, ибо только там делают какой-то французский наркоз. Из препаратов, которые используются на сегодня для общего обезболивания, препарат Севаран, который, наверное, подразумевали, он есть не только в Морозовской больнице, практически все государственные больницы, федеральные, и некоторые частные структологи имеют возможность лечения под наркозом. И да, если ребенку 3 года, он еще достаточно маленький, и крайне редко бывает, что в таком возрасте дети выдерживают объемное сложное лечение. Бывают дети, что в 3 года что-то небольшое могут позволить сделать, а бывает, что в 3 года они даже в кресло не могут сесть, потому что они боятся. и это может быть в принципе просто тревожек. Ребенок очень настороженный, очень осторожный. Это не потому, что его кто-то напугал, а так же, как и все люди, дети абсолютно разные. Кто-то может спокойнее относиться к новым людям, новой обстановке, а кто-то совсем это не приемлет. И тогда речь будет о том, чтобы лечить его только в условиях общего обезболивания. Как вы относитесь к таким круглым зубным щеткам на батарейках? Вставляешь в рот, и она чистит. Мне трудно представить круглые зубные щетки на батарейках. Это которые просто по кругу, наверное, крутятся. Есть такие щетки. На самом деле, для стоматолога не важно, чем вы чистите зубы. Важно, чтобы это было эффективно. И проверить эффективность этой щетки вы можете с помощью красителей, о которых мы сказали раньше. То есть, чтобы вам понять, насколько вообще она работает, если она у вас уже есть, то вы можете взять, покрасить зубы, почистить и посмотреть, насколько она будет удалять налет. Можно даже попробовать это сделать сначала на себе, а не на ребенке. Почистить самостоятельно себе зубы и проверить, она вообще эффективна или нет. Если у вас этой щетки нет, вы о ней думаете, то посмотреть обзоры, посмотреть, кто ее производит. Если мы обращаем внимание на рекомендации международные, какие существуют по гигиене за полостью рта, гигиене полостью рта, то в них говорится о том, что самое лучшее это щетка на аккумуляторе, потому что она более стабильно держит заряд, и у нее скорость не снижается настолько, чтобы эффективность была недостаточной. Для маленьких детей я упомянула высшую щетку Brush Baby, она тоже на батарейках, но это звуковая щетка, и мы не рассчитываем на то, что она сделает все сама. Мы включаем определенные движения, определенную технику чистки, которая обеспечит качественный уход. Поэтому вот один из вариантов – это проверить красителем, насколько эта щетка справляется. Скажите, при смене молочных зубов на постоянные возможно ли высокая температура? Очень маловероятно, скорее всего, у ребенка первые признаки ВРВ. Обычно при физиологической смене такого не происходит. Может быть, у ребенка есть что-то еще, какие-то проявления во рту, которые дают высокую температуру, но физиологическая смена зубов, как правило, не дает повышение температуры. Екатерина, да, я прошу прощения, на некоторое время отключилась, но все внимательно слушала, что-то со связью. У меня, на самом деле, я предлагаю подытожить, правильно ли я понимаю, что наша главная задача – это профилактика. Да. И вторая, главная задача наравне с профилактикой одной из другого вытекает, что нам нужно найти специалиста, который найдет подход к ребенку, который будет компетентен, все правильно объяснить. И если вдруг, не дай бог, что тут произошло, что появился кариес, мы придем к этому специалисту, и он, зная уже ребенка, ребенок будет себя более комфортно чувствовать, поможет, подскажет и все сделает так, как нужно. Да, абсолютно. То есть механика именно такая. Да. И не бояться менять врачей, если мы не нашли своего, потому что один доктор не может быть хорош абсолютно для всех. Одному ребенку человек может подходить, а другому нет. При этом родителям может нравиться доктор, а ребенку он может не нравиться. И, конечно, мы должны учитывать, насколько комфортно ребенку. Кроме профессионализма, очень важно, чтобы доктор умел находить, даже не то, что умел, чтобы конкретно этому ребенку было комфортно с этим доктором. Может быть, надо поменять пол, может быть, возраст доктора, для кого-то из детей более взрослые доктора лучше, а кому-то нужны молодые, задорные, которые будут с ними вести себя абсолютно так же, как ребенок ведет себя с другими детьми. Понятно. Спасибо вам огромное за то, что поделились такой важной информацией, потому что, действительно, я думаю, что нашим всем слушателям, зрителям было интересно узнать, как ухаживать за зубками, что делать, если появился кариес. Я надеюсь, что это был не последний наш эфир, тем, на самом деле, очень много, как оказалось, и будет очень здорово, если мы будем время от времени с вами встречаться. Спасибо вам огромное. Спасибо вам с удовольствием. Всего хорошего. Будьте здоровы. Да, да. Всем до свидания. Ответим на вопросы? Да, есть еще вопросы, мы тогда на них быстренько ответим. Да, да, да. Вечер, насколько допустимо безопасно для ребенка снимок мизиографа, например, за раз 4-6 снимков. Это достаточно безопасно, потому что современные аппараты, которые проводят геологическое исследование на цифровой датчик имеют очень низкую тозу излучения. И если мы позволяем ребенку смотреть телевизор или брать планшеты или вообще просто мы ходим по земле, она все равно излучает радиацию. По сравнению со всеми внешними радиациями эти снимки дают настолько маленькую нагрузку лучевую, что мы не учитываем ее как какой-то фактор риска. Раньше делали снимки на рентгеновскую пленку, доза была намного больше и все равно это было оправданно, потому что нам надо поставить правильный диагноз. Без рентгеновского снимка на сегодняшний день это невозможно, поэтому можно об этом не переживать. Скажите, пожалуйста, где ваша клиника находится? У нас есть 5 филиалов по Москве, клиника называется Dental Fantasy, можно легко найти по поиску. Ваше мнение о серебрении, эффект от фторлака и серебрения. Серебрение это метод выбора, когда у нас нет возможности полечить как-то по-другому. Мы в своей клинике не использовали, потому что у нас есть другие методы, которые достаточно эффективны. Серебрение используется, когда кариес только-только начинается, когда он в пределах эмали в виде пятна, когда он не ушел в дентин. И при такой ситуации качественная гигиена и контроль за образованием налета, использование фторидов будет так же эффективно, как серебрение. Если ребенок очень маленький, невозможно чистить, ему зубы никак он не позволяет, и в пределах эмали также процесс, то этот способ приемлем, но опять же в ситуации, когда ничего другого сделать невозможно. Фторлак это эффективный, проверенный способ стабилизации криозного процесса, потому что фторид действует по двум направлениям. Во-первых, убивает микробов, во-вторых, он насыщает зубы ионами фтора и делает их менее растворимыми под действием кислот, которые вырабатывают микробы. Поэтому фторлак нужен, но он не исключает качественной гигиены домашней. То есть не должно быть ощущения, что вы пришли, вам фторлаком покрыли, и можно забыть о чистке зубов до следующего посещения и покрытия фторлаком. Это хороший способ, который работает в совокупности с гигиеной полости рта ежедневной качественной домашней. Закись азота. Есть ли ограничения в использовании и безопасность этого газа для ребенка? При правильном использовании это очень безопасный препарат. Мне кажется, что это один из самых безопасных вообще используемых в стоматологии, потому что даже на анестезию может быть аллергия или какой-то другой неприятный побочный эффект. Закись, если она используется в той дозировке, в которой допустимый использователь стоматологии, он достаточно безопасный. Эффект от него, когда мы его используем, ребенок чувствует расслабленность и эйфорию, но еще раз скажу, что ребенок должен быть готов к сотрудничеству. То есть, если ребенок не хочет садиться в пресло, не хочет надевать маску, а лечение с закисью это нахождение маски в течение всей процедуры лечения от начала до конца, то мы не сможем ее использовать. И она не действует таким выраженным эффектом, чтобы мы трясущегося от страха ребенка могли с ним еще закись лечить. Когда можно втордетям, когда нет? Если мы говорим про пасту с фторидом, то ее можно использовать в появлении первого зуба, особенно если у ребенка есть факторы риска кариеса. Например, если у родителей есть зубы не вылеченные от кариеса, если есть в семье старшие дети с пораженными кариесом зубами, если ребенок много ест сладких продуктов, это невозможно контролировать, по разным причинам бывают такие ситуации, то чем раньше будет использоваться фторид, тем меньше вероятность, что процесс кариозный будет более активный и будет разрушать быстрые зубы. Какому фториду у нас используются препараты новеласт чаще всего, но на самом деле не имеет большого значения, какой конкретно препарат. Важно, чтобы если у ребенка есть кариес, вы это делали хотя бы раз в полгода или раз в три месяца, в зависимости от того, как его много. И важно, чтобы вы чистили зубы ежедневно с пастой с фторидом, потому что здесь важнее ежедневное участие этого компонента и качественной гигиены. Мы можем отдельно еще встретиться и поговорить, как работают микробы, как работает сахар. Я очень много о чем могу разговаривать о профилактике, потому что еще раз скажу, что я обожаю эту тему и считаю, что это самое главное. Это заметно, это очень сильно заметно. Спасибо. Когда фтор категорически нельзя? Категорически нельзя, если ребенок живет в месте, где в воде избыток фтора и он пьет эту воду с избытком фтора. Норма фторида в воде 0,8-1 мг на литр. Если больше, то это уже фактор риска флюороза для ребенка. Кариес это дефицит кальция. Нам доктор сказал сдать кровь на кальций. Но нет, кариес это очень многофакторное заболевание и самую главную роль в этом процессе играют микробы и питание для этих микробов. То есть, если есть микробы, которые вызывают кариес, это совершенно конкретные врезители, которых мы знаем в лицо. Ими невозможно заразиться, съев грязную ягоду, например, с грядки или облизав грязные руки. Кариес передается от человека к человеку из инфицированной полости рта. И кальций может иметь значение, если, например, у ребенка непереносимость белка корови молока, он уже не находится на грудном скармливании, не ест молочные продукты и не ест другие продукты, которые восполняют потребность кальция, тогда да, он влиять может. Если мы говорим о здоровых детях, которые полноценно питаются, то я бы не думала о том, что кальций может существенно на что-то влиять. Витамины или питание как профилактика кальция. Самое главное питание, конечно, витамины мы назначаем, если у ребенка по какой-то причине есть дефицит, например, дети с целиакией и им нельзя продукты, содержащие злаки, у них может быть дефицит витаминов группы В, тогда да, но это назначают педиатры, не стоматологи. У ребенка может быть аллергия на какие-то продукты, они могут быть полностью исключены, а это может быть основной источник каких-то витаминов или микроэлементов, и ребенок лишен этих продуктов, тогда да, мы можем назначать, но это очень точечно. Если мы говорим о системе, то это здоровое, полноценное, сбалансированное питание, которое содержит все необходимые вещества. Чипсы, шоколадки и сухарики исключаем? Если мы их совсем будем исключать, то ребенок будет это где-то потом отлавливать тайком, поэтому это не полезный продукт, но ребенок должен знать, что такое есть. Если это бывает раз в месяц с родителями и они не накладывают табу и не демонизируют эти продукты, то в этом ничего плохого нет, потому что все это существует. И я за то, чтобы здраво к этому подходить. И сладости тоже, их очень много вокруг. Главное с ребенком это обсуждать, говорить о том, как это может негативно влиять, может быть сокращать количество, если это уже вредно для здоровья конкретного этого ребенка. Или чистить зубы после сладкого. у нас такой прием есть, когда мы ребенку говорим, ты можешь сколько хочешь есть сладкого, вообще хоть сто раз в день, но после каждого сладкого ты будешь чистить зубы. Договорились? Там уже не захочется, это издевательство над детьми. Ну нет, ребенок тогда думает, ага, я сейчас съем, мне надо будет почистить зубы. Тогда я отложу, и сладкое лучше я там съем морковку или яблоко. И это работает, когда нет запретов, а есть разумный к этому подход, и договоренности с ребенком, это работает намного эффективнее, чем запрет строгий на то, что там это нельзя и все будет плохо. Нет, не будет все плохо, люди выживают, которые питаются только чимсами. Вопрос качества их жизни, и об этом можно поговорить с ребенком. И качество зубов. Да, да. У постоянных зубов работает фторлак или нет? Конечно, работает, потому что он минерализует поверхность зуба, укрепляет ее за счет насыщения ионами фтора. Спасибо, спасибо. Тогда до следующих эфиров. Спасибо вам большое, что вы векли. Да, спасибо вам. Да, спасибо большое. Хорошего вечера и всем здоровых зубов и отличных докторов. Да, взаимно. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.